вопрос предстартовое волнение родители очень часто приходят к нам и говорят а вот что делать с детьми чтобы как-то их настроить на соревнования за несколько дней до соревнований что мы хотим сказать во первых задача родителей за несколько до соревнований стараясь не изменять график и распорядок дня спортсмена не то что не то чтобы как-то настроить его а сделать все возможное чтобы во-первых не навредить спортсмену за несколько дней для соревнования своим поведением поведением родителей и благополучно довести его до катка и передать тренеру а тренер уже непосредственно перед стартом занимается его тонкой настройкой и выводом на лед поэтому мы сейчас постараемся проговорить несколько пунктов что могут делать родители или чего они делать не должны за несколько дней до соревнований да и так значит первое во первых за несколько дней до соревнований не стоит менять его распорядок дня то есть когда он ложится когда он встает когда он ходит в школу когда он делает уроки не стоит как-то выбиваться из графика и пытаться его за несколько дней дать ему больше отдохнуть или наоборот напрячь его как-то больше дабы не вызывать у него повышение значимости предстоящего мероприятия второе в день соревнований например вы приехали на каток или в другой город не стоит заострять внимание при спортсмене на том что например у вас уже там старые коньки или у вас старый костюм не стоит ему говорить что ты вот сейчас потерпи дальше после этих соревнований мы купим новые коньки или мы сошьем новый костюм он будет пошире поудобнее не стоит заострять на этом внимание следующий момент гостиницы питания вы приехали например другой город не надо ныть перед спортсменом по поводу того что у вас холодная гостиница или каток холодные неудобные разминаться негде залы маленькие в раздевалках места мало не надо вываливать вот этот негатив на спортсмена оставляйте его при себе это не его дело это ваши личные проблемы спортсмен должен в комфортном состоянии психологическом дойти до тренера следующая история не стоит бесконечно объяснять спортсмену как важны для него эти соревнования то есть там фразы ты уж постарайся ты меня не подведи ни пуха ни пирата ты не волнуйся да что они там еще говорят не надо вот этого всего делать просто скажи соревнования это праздник большому счету поэтому спортсмен должен воспринимать соревнования на воодушевлении они как некая некое такое бремя абузу с которой он должен обязательно справиться он может справиться может и не справиться и в следующий момент пригласить кучу родственников на это соревнование без ведома спортсмена бабушек дедушек прабабушек прадедушек и устроить показательные выступления вашего ребенка для ваших родственников не надо этого делать особенно когда спортсмен только начинает свои первые шаги он должен получать от этого удовольствие он должен получать удовольствие от выхода на лед и уже может быть чуть позже не снимите видео и покажите это своим родственникам но не надо без ведома спортсмена чтобы он появлялся на катке и вдруг видел кучу родственников своих присутствующих можно например отдали спортсмена тренеру да он там разминается одевается с тренером как он уже находится в этой вот в атмосфере в предсоревновательной да можно например объяснить родственникам что давайте вы можете приехать но мы тихонечко вас где-нибудь встретим и проведем на трибуну чтобы как бы спортсмен не знал о том что родственники находятся на льду да и вот они спокойно смотрят там с трибуны еще где-то в уголочке если трибун нету катки разные и уже в конце когда спортсмен закончил соревнования и соответственно тренер вернул спортсмена родителям уже тогда устроить спортсмену сюрприз что вот столько родственников на тебя спортсмену смотрела и так далее и тому подобное можно еще пойти по такому пути я считаю да также не стоит постоянно напоминать спортсмену и своими словами и своим видом о том как чрезмерно много вы для него делайте и заботитесь то есть да это опять же из серии того что ты уж постарайся потому что я тут ради тебя бы работу бросил и я тут столько денег на тебя трачу и столько времени на тебя трачу поэтому ты уж постарайся соберись как-нибудь также да это уже грубо говоря ваши проблемы его выбор тратить деньги тратить ваше время в принципе это абсолютно ваш выбор вы можете этого не делать и как бы упрекать в этом ребенка кого бы то ни было это неправильно поэтому это ваш выбор чтобы вы по жизни не делали или тем лучше вы решаете что вы делаете и никто в этом не виноват и нет ни чей другой выбор и тем более ребенка да и тем более пытаться его таким образом напоминая ему о том сколько времени денег вы на него тратите стараться его настроить на положительное и хорошее выступление на соревнованиях ни к чему хорошему это не поведет также не надо если пришли родственники но если они пришли куда деться чтобы каждый из них подошел обнял его и пожелал ему ни пуха ни пера ни в коем случае ведите в дальний угол катка пусть они там сидят тихо и что называется не отсвечивают еще один момент перед соревнованиями не надо вот накануне прям да не надо заходить к нему в спальню и говорить а чё это ты не спишь у тебя завтра соревнование ну-ка быстро отдыхать на не стоит этого делать в день соревнований после выступления сейчас немножко вернемся к предыдущему пункту но если он выступил у него что-то не получилось ну так бывает не надо его журить и опять же напоминать ему сколько времени и сил и денег вы на него тратите а толка никакого нет и скорее всего не будет вот такими разговорами вы портите себе уже эти соревнования не получились но разговаривая об этом вы портите ему и себе уже следующие соревнования то есть вы его программируете опять же на негатив и неудачу в следующий раз то есть еще раз раз к подытожим ваша задача как родителей доставить спортсмена тренеру в день соревнований не то что настроенного а не разложенного на составляющие вашими благими намерениями и вашими благими пожеланиями подойдите заранее к тренеру и обсудите свою стратегию поведения перед соревнованиями это лучше всего будет сделать не еще один совет каждый ребенок у него есть какая-то музыка сейчас у всех айпэда айфоны есть музыка которую они все любят дайте ему наушники и пускай он по пути на каток слушать свою любимую музыку и потихонечку настраивается таким образом вы автоматически отгородите себя и свой психологический фон от того чтобы влезть в пространство спортсмена спортсмен настроиться и благополучно доедет тренера до тренера и выступит вот собственно что мы еще хотим сказать ну вообще сейчас идет речь о таких соревнованиях которые ну не называют скажем так местечковые да мы сейчас не говорим о чемпионатах европы и мира и олимпийских игр или россии подобное соответственно к соревнованиям я считаю что нужно относиться также как ну не то что относиться а как бы готовиться к ним также как к тренировке грубо говоря вы каждый день готовитесь и приезжаете на лед понятное дело что когда вы плетете ребенку прическу одеваете его в платье это уже как как-то какие-то другие психологические изменения у ребенка в голове происходит но что касается всего того что до этого происходит то есть там как он проснулся как он там позавтракал как он в туалет сходил помылся и прочее это все должно быть как обыденный обычный день то есть вот до того момента когда вы начали ребенка готовить к соревнованиям в плане причесок переодевания и всего прочего все остальное происходит абсолютно также ничего не меняйте вы если просто дети разные кому-то вот это соревнование это адреналин есть люди которые обожают это ощущение то есть каким-то детям соревнования это прямо вот кайф они ждут считая дни обожают обожают выступать они от этого получают кайф обожают когда на них смотрят это склад ума это склад характера такие люди они как в спорте так и в жизни бывают и есть их много а есть люди которые наоборот ну дети в том числе да которые боятся соревноваться поэтому какой бы не был ребенок да тот который любит соревноваться или нет не меняйте ничего приезжайте на лед и дальше уже тренер разберется потому что нам вам говорить какие-то как сказать напутственные слова или что нужно делать с ребенком нам это сложно сделать потому что каждый ребенок индивидуален каждый человек индивидуален и мы тренера по своему опыту мы смотрим по ситуации да то есть какой то есть в какие-то соревнования в какую-то ситуацию мы себя поведем так в какую-то по-другому заведомо по пунктам расписать каждое соревнование как что нужно делать невозможно нужно ориентироваться по ситуации а так как мы психологически более устойчивы к этим ситуациям соответственно тренера лучше знают и лучше понимают что делать поэтому с вашей стороны вы ничего не меняете вы доводите ребенка до катка до соревнований а дальше уже тренер потому что он с ним работает его знает каждый его характер каждый его жест и прочее и к чему нам готовится мы знаем как можете оповести спортсмен мы уже дальше сделаем все от себя зависящее тренер разберется для тренер разберется а если нам что-то нужно будет поменять там да то мы естественно сами к вам подойдем и сами скажем что сделать накануне или что не сделать накануне поэтому как-то так ну да то есть есть ряд моментов которые мы озвучили в начале этого видео прислушайтесь к ним и дальше разговаривать свои со своим тренером и получаете удовольствие как от процесса тренировок так и процессу соревнований процесса получать удовольствие от нет результата тогда и удовольствие будет больше и результат будет больше и если у вас есть какие-то к нам вопросы пишите мы постараемся на них ответить пока